Итак, ребята, всем привет! Четвертая часть новинок каталога, получается, 10-го, который будет действовать с 5-го 07-го по 25-е 07-го. Ну, что могу сказать? Я шокирована количеством новинок. Слава Богу, в следующем каталоге новинок будет поменьше, и мы сможем с вами перепробовать все то, что выпущено было в предыдущие каталоги. Я даже этому очень рада. Там будет реально мало новинок, и будет реально один обзорчик всего. Вот, давайте же с вами смотреть вот такие вот смарт-решения для дома. У меня тут Викуська помучила каталог, лопнула его, а другого нет, поэтому буду вам снимать. Итак, давайте же с вами посмотрим. То есть, получается, первая самая новинка, которая тут есть, это массажер для лица и тела с артикулом 160.001. Значит, давайте прямо с самого верха пойдем. Значит, это у нас с вами идет рабочая поверхность 360 градусов. Для эффективной проработки всех зон лица и тела она борется со всеми признаками старения, также улучшает микроциркуляцию и повышает тонус кожи. Она имеет два режима работы, один из которых с функцией нагрева до 45 градусов. То есть, мы можем с вами, например, показывают места ушей подтягивать, места у рук нижние, потому что есть такие вот проблемы у наших с вами рук. То есть, наверное, вот эта рабочая поверхность тут не нажимается, а тут нажимается. Так вот, а вот тут USB-вход, то есть, мы его тут открываем, вставляем. То есть, они идут с зарядочкой USB обычной, да, то есть, она тут у нас с вами вложена. Также, что у нас еще вложено? Это инструкция на скольких-то там языках, а где, кстати, она? А вот, по-моему, на пяти языках инструкция. Это тоже здорово, это тоже классно. То есть, все тут прям есть, есть, есть. Давайте я сейчас найду свой язык, найду русский. То есть, и вот вам крупно-крупно, если вы захотите почитать, то ставьте на паузу. Поставив на паузу, вы будете уже знать, что это такое, с чем это едят и так далее. То есть, вот таким вот образом прям посмотрим. И, ага, тут еще одна страничка, так, чтобы вам было крупно, все понятно. Я все так покажу, технические характеристики. И дальше идет уже другой язык, да, Казахстан. Вот, идет Казахстан. Кому вот удобно будет смотреть, кто как. Кто как. Вот, так, с этой стороны у нас с вами идет Украина. Ну, Украина, русский язык, они все хорошо понимают. Угу, то есть, украинский язык, завпечатлю. То есть, вы можете это все дело перемотать. Угу. Или поставить на паузу и почитать, если это язык из вашей страны. То есть, как вам будет удобно. Таким вот образом. Так далее, что тут описано. А, тут изготовитель, да. Тут изготовитель. Вот, поехали с вами дальше. Куда обращаться, сервисный центр и так далее. Значит, смарт-массажер для тела. Как им пользоваться? Артикул, значит, стоит он 3000 рублей по цене каталога. Но мы с вами знаем, что на него идет скидка 20%. Так, значит, у него есть, значит, два режима. Один из них, который с функцией нагрева до 45 градусов. Значит, что тут у нас? Значит, мы его включаем, конечно же. И он начинает жужжать. Я думаю, вы его слышите. И второй режим. Синенькая кнопочка зажигается. Не знаю, слышно или не слышно. Будут помехи, не будут. Синенькая кнопочка, да. То есть, красненькая и синенькая кнопочка. И он таким образом жужжит. Чтобы его выключить, нужно долго подержать. И он выключается. После каждого применения, я думаю, его не стоит зажигать. В смысле, заряжать. Но время от времени, я думаю, нужна зарядка. Вот, значит, что он делает? Перед применением мы должны внимательно ознакомиться с инструкцией. Что мы с вами и делаем. Значит, преимущества у него. Тут очень много-много написано. И, значит, вот тут у нас с вами идет массажная головка на 360 градусов. Тут у нас идет индуктивная полоска. Слушайте, она что, как-то зажигается? Так, давайте еще раз нажмем. Вот он включился и пищит. Значит, тут у нас идет светодиодная индикаторная лампа. А вот он начал работать. Светодиодная индикаторная лампа. И, значит, индуктивная полоска. И вот, я так понимаю, мы просто... Давайте выключу. Потому что, когда ввели прямой эфир, были проблемы. Были проблемы с прямым эфиром. Поэтому я боюсь, что потом запись видео будет также с помехами. Значит, написано. Нанесите на лицо ваше средство по уходу за кожей. Крем или специальный гель. И прибор также можно использовать на других частях тела. Например, на руках, талии, баках, бедрах, икрах. Значит, мы нажимаем кнопку. И в течение трех секунд, чтобы включить прибор. Потом выбираем режим. Если светодиод горит синим цветом, прибор работает в обычном температурном режиме. Если светодиод работает красным, то работает функция нагрева. Значит, прибор имеет функцию нагрева до температуры 45 градусов. Разные люди ощущают температуру по-разному. Некоторым можно показаться, что прибор горячий. Поэтому после нанесения на кожу крема массажного крема, обычного или массажного, прибор автоматически настроит температуру на самый комфортный уровень. Под этим видео вы еще можете послушать Риму Корнееву и посмотреть. То есть ссылочка будет под видео. И значит, что написано. Важно. Сначала наносим умеренное количество крема по уходу за кожей. И затем пользуемся прибором. То есть я так поняла, что крем под эти гаджеты, под все, может быть любым. Да, он может быть любым. Плотно прижимаем прибор кожи лица. Выполняем чистку или лифтинг, двигаясь снизу вверх по массажным линиям, чтобы привести прибор в рабочее состояние. Прикоснитесь к индуктивной полоске, расположенной на задней стороне. Так, индуктивная полоска. Я вот вижу только USB-вход. Даже вот это, наверное, да? Вот это. Ну, в общем, поймем. Так, значит, дальше. Прибор оснащет интеллектуальной функции оповещения, которое через одну минуту использования прибора напоминает вам о смене зоны. Оптимальное время использования 5-10 минут за один раз. Прибор можно использовать несколько раз в день. В приборе имеется функция запоминания режима. И при включении прибор автоматически перейдет в режим, который был выбран в прошлый раз. Очень интересно, ребята. Значит, порядок работы и меры предосторожности. Ну, тут все обычно. Красная лампочка указывает на недостаточный уровень заряда. Ну, и, в принципе, все такое. И дальше, значит, для лучшего результата искажения используйте прибор со специальным гелем или любым другим уходовым средством. То есть, можно его и без уходового средства, я так понимаю, применять. Но лучше с уходовым. Вот. Ну, что ж. Не рекомендуется, вот, кстати, противопоказание. Во время критических дней лицам с сердечно-сосудистыми онкологическими заболеваниями при заболевании кожи, экземы, герматит, псевиаз и в период обострения акне. После пластических операций, при наличии имплантов, при тромбофлебитах, при повышенной температуре беременным, детям, при наличии острых или хронических заболеваний, не перенесенных, не перечисленных в этой инструкции. Рекомендуется перед использованием прибора, если у вас есть какие-то сомнения, да, то есть проконсультироваться с врачом. То есть мы с вами, получается, его включаем, наносим гельчик и поехали с вами, да, его испытывать. То есть вместе со всем есть такой вот гель. Он идет увлажняющий, с электролитами, с коллагеном и так далее. Значит, он обеспечивает легкое скольжение гаджетов, повышает эффективность процедур и миостимуляции, электрофореза, микротоков и массажа. Также, для чего он еще? Он еще и ухаживающий. Он не только вот, ну, как вот Римма Корнеева говорила, мы с вами делаем УЗИ, и чтобы пропускаемость была лучше, смазывают гелем, да, то есть вот этот гель, то же самое для того, чтобы эффект был лучше. Значит, получается, мультиминеральный комплекс электролитов содержит цинк, медь, магний и способствует обновлению клеток кожи, защищает от образования свободных радикалов. Антивозрастной пептидный комплекс стимулирует синтез коллагена, повышает эластичность, разглаживает рельеф кожи, способствует уменьшению морщин. Низкомолекулярный гиалурон натрия обеспечивает длительное увлажнение кожи. То есть такой вот гельчик. У этого геля неприятный аромат, я так понимаю, гипоаллергенный, что-то такое вот горькое у него есть, да, и вот он такой вот прям скользкий, склизкий, очень сильно склизкий, похож, знаете, на массажный, он быстро высыхает, быстро впитывается, поэтому мы его включаем, вот он включился, и начинаем, то есть убираем, он не работает, прикладываем, он работает. То есть сейчас у меня идет синий режим, и то есть я могу этим синим режимом водить, получается, как я поняла по инструкции, 5-10 минут я его вожу. Вот, захочу, сделаю функцию нагрева, получается, да, вот сейчас у меня ручки молодеют, получается, хотя я столько кремов пользую, но в принципе гель нормальный. Когда я первый раз с ним сделала, получается, ну вот этот вот массаж, бьюти-массаж, да, на лице, он у меня все равно лип, но я нанесла так, многовато, многовато, он лип, и так как на первый раз я делала не сильно, немного, то есть смотрите, а вот убрала, а он все равно работает, это, наверное, из-за того, что тут крем, да, то есть, а если крем вытереть, а вот, видите, крем вытерла, видишь, интересно, интересная штучка, то есть мы с вами можем подтягивать им кожу по всему телу, и, мне кажется, безопасно будут его хранить даже в ванной, в шкафчике, особенно, когда сидите с маской, да, маска 20 минут, вот что 20 минут делать, да, можно кожу поподтягивать, получается, ощущение очень такое, знаете, приятное, подогрев, ну вот сейчас красный, да, горит, подогрев такой не очень-то сильный, ну и еще, я так понимаю, когда вот это все впитается, ну, когда вы отмассажируетесь, сам прибор, сам прибор, желательно, мне кажется, протереть, протереть, я протираю обычным хлордексидином, вот, почему, потому что все равно мы в следующий раз будем пользоваться, и мне кажется, что его лучше вот таким образом протерли и положили на место, и вот он лежит у вас вместе с зарядкой, вместе с инструкцией, мало ли что, да, то есть на него же идет гарантия, и мало ли что, вам нужно, чтобы вот эта инструкция, у вас должна быть под рукой, вдруг там сдать в ремонт, там, ну, все такое прочее, я так понимаю, вот, как обычно, бывает с такими вот гаджетами, то есть я им попользовалась, протерла, и, получается, убрала, и все, и закрыла, значит, вот это мы с вами обсудили, вот этот, если его много нанести, он липнет, вот у меня к нему были замечания по этому поводу, аромат не сильный, такой слегка горковатый, то есть ни цветочки, ни ромашки, я думаю, вы будете в нем не разочарованы, потому что в большей степени, на мой взгляд, он идет гипоаллергенный, вот, ну и от запаха мы не молодеем, а наоборот, то есть не скажу, что прям супер приятный. Следующий гаджет, у нас с вами идет ультразвук для очищения кожи, как в салоне, очень удивительная штука, конечно же, хочется, как в салоне, ну, это обязательная такая процедура, да, люди раз в месяц специально чистятся, то есть вот, давайте смотреть, значит, подходит для ухода за кожей мужчин, во-первых, чтобы вам было все тут видно, во-вторых, прибор для ультразвуковой чистки, артикул 120.001, он, получается, очищает поверхность кожи от загрязнения, способствует удалению черных точек и сужению пор, выравнивает рельеф и тон кожи. Далее, это ультразвуковой частотный пилинг у нас получается. Далее, ионофорез у нас есть, он глубоко очищает поры, улучшает проникновение и повышает эффективность действия косметических препаратов, вот эта функция ионофорез. И третья функция, это микротоковый массаж, он повышает тонус кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина, способствует насыщению кожи кислорода. То есть, если вот в этом чистки не было, я так понимаю, то в этом чистка есть. Его я уже очень долго мучаю, мне было интересно, на самом деле лицо стало как-то вроде бы почище. С какой периодичностью можно всем этим делом пользоваться, да, то есть, видите, тут тоже есть, получается, зарядочка, то есть, но она немножечко в другом месте. Его я уже достала из упаковочки. Тут у него намного легче, да, способ применения, то есть, перед применением или после применения, неважно, хорошо, что он тут закрывается, открывается и проблем нету. То есть, мы с вами берем в самом начале обязательно ватный диск и наносим, да, то есть проводим вот таким вот образом. В принципе, довольно таки крепкая конструкция, мне все понравилось. То есть, вот я его обезвредила более-менее, да, но я думаю, мы уж не подкожно работаем, поэтому хлорликсидина должно хватить. Ну вот, в принципе, и все, да. Значит, давайте с вами будем брать, получается, инструкцию. А вот инструкция-то и... А вот она, я ее уже достала и пытаюсь. Значит, берем инструкцию, прибор ультразвуковой чистки. Тут также все очень хорошо написано. Сейчас я вам прям буду фокусировать, чтобы вы могли сами подсчитать, кто вот прям ответственно-ответственно подходит к выбору, да, то есть вот ионов РС тут, да, то есть режим миостимуляции, глубокая чистка, то есть тут все прям хорошо очень указано. Так, это вторая страничка пошла. Ставьте на паузу, ребят, так, конечно, вы не успеете почитать ничего. И вот третья страничка пошла. Кому прям нужна инструкция. Все, да, то все остальное, там опять-таки уже Казахстан, Украина, язычки пошли. Вот, ну, если что, читайте. Кому прям нужно, пожалуйста, зафокусирую. Да, то есть это у нас Украина наша, дорогая. Много очень консультантов с Украины. Я рада, что есть украинский. Значит, и в Украине эти гаджеты, я так понимаю, будут. Так, дальше, значит, английский язык. А вот еще вот этот столбик в Украине не заскринила. Да, скриншоты тут полетели живые и английский язык. Вот так вот. Значит, и вторая страничка тоже. Производитель, как вернуть, гарантии и так далее. Вот, также, я так понимаю, мы с вами можем вот это вот сделать. Давайте я прям попробую это с телефона сделать. То есть мы должны навести камеру и попробовать. Должен штрих-код отобразиться. Ой, не видеозапись, а фото, наверное, надо ставить. Вот, вот страница вышла. Нажимаем. Ну, у каждого по-своему. У меня на телефоне так. Давайте Яндекс.Диск и описание, я так понимаю, к этому именно гаджету у вас будет выйти, да. SkinSills, серия тренажеров для кожи и лица. Как вы видите, пока ничего нет. Почему? Потому что эти новинки выйдут только в понедельник. Но я вас научила, да. Вот, кто не знает, QR-код. Очень полезная штука. Вы можете на сайте почитать и задать там вопросы и все такое прочее. И, конечно же, почитать отзывы про этот продукт. Ну, когда он появится, получается, да. Ну, и давайте смотреть. Значит, очищение. Я вот так поняла, что этот крем, он и на очищение, и на все работает. Вот это тут увлажняющий. Значит, у нас идет первый режим фон, но фон, но форес. Фон форес. Значит, тут раз, два, три, четыре. Я так понимаю, режимы. Давайте включать. Выключать долго, надо держать. Так, ну, давайте, значит, с вами очистимся. Я уже эту процедуру делала, в принципе, все хорошо. То есть, я вот таким образом по массажным линиям очищаюсь. Угу. Ну, пошло-поехало. Потом еще с вами будем смотреть для глаз ультразвуковой. Угу. То есть, так вот очистились. И поехали смотреть. То есть, лоб у нас кверху идет. Это книзу. Вот это вот так вот. И тут вот так вот. И шея идет кверху. У нас всегда обязательно шея кверху. Я протерлась обычно нашим тонечком, который идет 50 плюс артикул 0,7,79. И сейчас, после того, как я нанесла, получается, я включаю экспорт. Да, вот эту вот программку экспорт. Набираю вторую и начинаю водить по лицу. И такое жужжание. И почему-то я чувствую, что по рукам бьет немножечко током. Вот мне это ощущение не нравится. Я прям ощущаю это биение тока после того, как он с кожей соприкасается. Ну, почистить лицо мне нужно обязательно. То есть, ультразвуковая. Наносим. Выбираем режим ион экспорт. Да, вторая кнопочка. Вот. Лопатка должна быть направлена вверх. А, вот так вот. Я так понимаю. Вверх вот так. Держите прибор лицевой стороной кожи. И перемещайте лопатку по коже по массажным линиям в течение трех минут. Вот. Потом ополоснуть лицо обязательно теплой водой. Ну, или тонечком протереть. Да, или салфеточкой. То есть, интересно, конечно, да, вот эти вот три минуты ждать, как оно все будет. Ой, мне прям, слушайте, дало хорошо по коже. По пальцам. По пальцам прямо. Я аж сдрогнула. Ощущение такое. Не сильное, но неисприятное. Реально неисприятное. В общем, я взяла в руки ватными дисками, потому что, не знаю, мне кажется, что корпус, он пропускает. То есть, такая вот чисточка. Если долго на одном месте держать, то у нас с вами получается какое-то, я чувствую, тепло. Жене есть слегка такое, знаете, легкое, приятное, тепло. И, мне кажется, вот оно и чистит все на свете. Я, конечно, не вижу, чтобы что-то... Когда подносите к уху, он так громко, кажется, работает, что такое ощущение возникает, что он как будто даже оглушает. Хотя, вот так в руке его держишь, как будто бы он не громко работает. Вот мне руки немножко бьет током, ребята. Мне прям чувствую, что руки бьет током. Ну, я, конечно, надеюсь, что еще проведут вебинар, потому что реально сложно понять, как им пользоваться. Хотя, вот я сейчас рукой задеваю, да, и меня уже ничего не дергает. Странно. Я надеюсь, что я правильно сделала и не опозорюсь тут на весь интернет. Ну, вот, наверное, таким вот образом. Да, тут мы кверху его ведем. Я так придавливаю, но не сильно морщинки на лице не из-за того, что я прям сильно-сильно давлю, из-за того, что у меня уже кожа ближе к 40, она уже такая получается. Не совсем сильно упругая. Нам обещали звук через минуту на другом аппарате. Значит, на этом аппарате через минуту звука нет. Значит, тот, я так понимаю, надо держать по минуте на каждой зоне, а это вот в течение трех минут мы с вами просто чистим, да. То есть почистили. Сейчас мы лицо протрем. И потом будем второй слой делать. Я, конечно, не совсем понимаю, как ультразвук работает, но лицо действительно вот за эти дни стало чище. Я не могу сказать, что что-то где-то вылазит, где-то вот видно что-то, да, вот как вот, допустим, чистят вот этими штучками, да, ведут так по лицу, и там что-то вылазит из пор. Тут такого нет. Мне кажется, это со временем этот эффект будет выражаться. То есть не одну надо процедуру, а, например, несколько. Вот при протирании ватными дисками тоже кожа абсолютно чистая, остается без всяких следов. И тут тоже не особо понятно, да. И я так понимаю, что крем с этими элитролитами, да, чистая кожа. Вот волосинка, бровинка, наверное, или ресничка попала, и все. Я так, да, то есть вот как было, так осталось. Не знаю даже, не знаю даже что. Но у меня есть как бы недостатки, да. То есть, видите, прыщики иногда бывают, еще что-то такие маленькие. На подбородке частенько бывают в критические дни что-то, да, то есть какие-то высыпания. Конечно, хочется им подольше попользоваться, вам рассказать. В общем, получается, шаг второй, как я поняла, это фонофорез, который ведет как введение токсических, ой, косметических средств. То есть мы наносим на лицо сыворотку или специальный крем. Сейчас мы будем наносить специальный крем. То есть написано тонким слоем, Римма Корнеева об этом уже сказала. То есть я много не беру. Да, вот этот вот много не беру. Вот такой у него аромат. Не знаю, как описать. Хотелось вам описать. Легкий, невесомый, его практически нету. Да, как вы видите, шею я не чистила. Вот. Наношу, но не втираю, получается. Вот я его нанесла. И сейчас я включаю первый режим и начинаю это дело после чистки. я так понимаю, вбивать. И вот я начинаю его вбивать, этот крем в кожу. Конечно же, я его после применения протерла хлордексидином. после звуковой очистки. А тут уже он впитался, я не успела его вбить. И вот я сейчас не знаю, можно ли сразу после ультразвуковой чистки вносить крем. Может быть нужно было подождать. Может я что-то плохое делаю, да. То есть тоже ничего не указано, как этими режимчиками получается пользоваться. Цедура приятная. Током уже не дергает руки, да. Один раз меня так, ну не слабенько, но и не сильно, да. То есть нету такого прям. То есть может быть подержать его. Так. Держите прибор лицевой стороной кожи. Лопатка должна быть направлена вверх. Медленно перемещайте лопатку по коже по массажным линиям в течение трех минут. То есть то же самое, да. Сначала почистили. Сейчас перемещаем. Все, впитался он у меня полностью весь. Уже нечего, не по чему перемещать особо. Вот когда к уху этот аппарат подходит, он ухо чуть ли не оглушает. Потому что очень сильно, да. Вот тут мне хочется интуитивно, да, подольше подержать. Хотя они легко убираются. Вот у меня спрашивают, у вас не похоже, что вам 40 лет. Ну во-первых, мне не 40, мне 38 скоро. Вот. Во-вторых, пока все линейки Фаберлик перепробуешь. Ребят, я серьезно вам сейчас говорю. Без какой-либо там рекламы. Пока все перепробуешь. Морщины-то откуда взяться, извините меня. Если я все тестирую, снимаю обзоры, тороплюсь истратить. Ну вот и получается, что морщин так и нету. Мама вот не на обзоры у меня свекровь пользуется. Ей стукнуло 63 года, а она тоже помолодела. То есть вот так вот. Мне вот так удобнее пользоваться. Но я, получается, держу лицевой стороной. Ну, то есть вот я повбивала кремушек. Не знаю, можно ли вот на это место его наводить. Поэтому я вот пока только так. Может быть, потом проведут прямой эфир или я уже буду в обратную связь писать. Потому что при использовании вопросов много. И, по идее, вопросы, они идут актуальные. Может быть, вы уже писали в обратную связь. Поэтому помогайте. То есть вот крем мы вбили, я так понимаю. Вот. Дальше, значит, сейчас мы с вами делаем введение положительных ионов. До этого мы делали введение отрицательных ионов. Понятно. То есть таким вот образом. Сейчас мы будем делать режим ЕМС КР. Это уже, получается, третий режим. Я поняла, что их можно все вместе за один день совмещать. Значит, это электростимуляция. Мы также наносим на лицо крем, повышающий упругость кожи или специальный гель. Он уже работает так. Интересно. Давайте еще раз нанесем. Посмотрим. Потому что, правда, надо. Но я опять чуть-чуть. Или ими надо пользоваться. Ну, давайте вот тут. Не буду на лоб наносить. Я думаю, салфеточкой протереться проблем не будет, чтобы он скользил хорошо. Хорошо, да? Значит. Ну и поехали. ЕМС КР. Вот этот вот режимчик выбирать. Видео, мне кажется, вот такое длинное, нудное. Ну а что поделаешь, ребята? Ух ты! Я чувствую. Я чувствую чуть-чуть небольшие такие микротоковые ударчики. Легкие. Легкие-легкие. Но он так и написан. Ультразвуковой ударный массаж способствует глубокой стимуляции лицевых мышц и их более эффективному расслаблению. Значит, повышает тонус кожи, стимулирует выработку коллагена, эластина. Умолодеть. Улучшает микроциркуляцию. Вот. Далее, значит, нанесли гель, который повышает упалкость кожи или специальный гель. Ну тут, по идее, без разницы, да? Выбираем ЕМС КР режим. Он у нас получается датчик ультразвуковой чистки лица. Хм, интересно. А, нет, это ЕМС. Да, ЕМС. Я уже тут путаюсь. Уже много очень всего написано. Да, вот читаю. И дальше, значит, у нас получается, держим прибор лицевой стороной кожи. Лопатка должна быть направлена вверх. И медленно перемещаем лопатку по коже по массажным линиям в течение трех минут. То есть мне удобно вот так держать лопатку. И интересно, не набрежу ли я... А, вот тут много, да? Не набрежу ли я своей кожи. И вот смотрите, минус того, что я нанесла, а у меня уже впиталось. Мне кажется, что нужно наносить тогда, когда... Ну вот, вы сейчас половину лица нанесли, сделали. А вторую половину лица вам нужно нанести позже гель. Я думаю, это будет более так целесообразно. И мне кажется, тут важно доводить до лимфоузлов. Потому что все, что... Куда-то же... Ой... Куда-то же это должно удаляться, да? Потом в итоге. Вот. Так. Шею. Шею, шею. Что-то немножечко опять мне палец соком дернуло. Не сильно, но неприятно. То есть вот вопрос по щитовидке хочется мне узнать. То есть провели так вот кверху. И сейчас вторая половина уже она не будет кататься. Потому что он уже, видите, он липнет. И получается, нужно еще немножко нанести, чтобы было удобно пользоваться этим гелем. То есть вот так вот. И поехали. Вот сейчас он скользит и хорошо работает. Вот. Вот то, что мне не нравится. То, что он массирует не только лицо, но еще и может неожиданно бить по руке. А это очень неприятно. Мне кажется, может это брак какой-нибудь, ребят? Или не брак? Так должно быть. Должен ли он пропускать? Ну вот пару раз было так. Сейчас прям как вы молодеем. Муж не узнает. Выйду и муж не узнает. Вот так. Значит, сейчас подбиваем и посмотрим. Ну, по идее, никаких неприятных ощущений нет, ребята. Да? То есть все как обычно. Нанесите на лицо повышающую упругость кожи. Выберите ВМС. Держите прибор лицевой стороной кожи. Лопатка должна быть направлена вверх. И в течение трех минут мы это делаем. Так, по идее, ничего сложного. То есть можно делать массаж вручную. Я вам показывала, да? Как я его делаю. А можно делать массаж ультразвуком. И мне кажется, может быть та же ультразвуком, куда продуктивнее, нежели руками. Потому что там оно. Вот. Как бы хотелось бы побольше, поподробнее про него видео. Потому что вот так вот тяжело пользоваться тем, что ты еще особо не знаешь. Тем более заявленные, получаются такие, ну, серьезные процедуры. Да? И как-то вот я жду прямой. Браться со мной. Когда еще ты не косметолог. Да? Ты не понимаешь. Сложно. Резиночка тоже, кстати, для волос. Тоже фаверлик. Вот. Ну что ж. Крем впитался. И сейчас получается четвертый режим. Кле. Клеанинг. Да? Вот этот вот. У него уже такой, равномерная такая работа. Значит, получается так, четвертый режим. Уэт Клеанинг. Клеанинг. Да? То есть он у нас, получается, восстанавливает эластичность кожи. Делаем ее упругой, гладкой, нежной. То есть мы увлажняем лицо теплой водой. Наносим очищающие средства для лица на кожу. И выбираем Клеансинг. Держим прибор лицевой стороной кожи. Лопатка должна быть направлена вверх. То есть это, получается, опять-таки, для того, чтобы очистить, я так понимаю. Вечерний, наверное, режим. То есть два очищающих режима и два таких вот режима. Ну что ж, более-менее я вам, думаю, показала. Ну и обязательно после пользования хлоргексидинчиком и на место, чтобы он нигде не валялся. Потому что работа с лицом, все, что на этой штучке находится, все вы вбиваете, получается, в глубокие слои. Поэтому с этим делом шутить нельзя. Следующий, так, получается, прибор со светотерапией для омоложения и чистки лица у нас вот такой. Тоже очень интересный. Он один-единственный такой, который светом с нами будет работать. Поэтому, конечно, тоже здорово. Также тут идет, я так понимаю, штучка, которая закрывает рабочую поверхность, если я правильно поняла. Или свет закрывает. В общем-то, такая вставочка, также USB кабель в каждом гаджете. Но они друг другу подходят. То есть, можно один USB кабель иметь, чтобы заряжать все эти до единого, получается, четыре устройства. Итак, этот у нас с вами бьюти гаджет идет. Так, вот он, да, с разноцветными цветами. Значит, во-первых, это микромассаж. Вот тут указаны массажные линии, как по ним работать и все такое прочее. Можно даже увеличить, чтобы вам было видно, да, и буквы, и все. Значит, что он делает? Значит, он повышает тонус кожи, стимулирует к выработке коллагена и эластина. Значит, может делать разогревающий массаж. Давайте попробуем включить. Тут очень много, да, он включается, как вы слышите, со звуком. И тут очень много выбора, да. В основном, что он делает? Улучшает проникновение косметических препаратов в клетки кожи. Ионофорез, как и в предыдущем, способствует удалению черных точек и сужению пор. Святоиды красного света способствуют разглаживанию мимических морщин, а святоиды синего цвета снимают усталость. Вот прибор со светотерапией для омоложения и чистки лица. То есть, вот он со светотерапией. Те без, а эти со светом. Сочетает микромассаж, функция очищения и ионофореза, световое и тепловое воздействие. То есть, он такой прям тоже крутой, я бы вам сказала. Значит, тут переключается красный у нас получается свет и зеленый свет. А где они светы? Так, тут у нас получается вот эти вот, да? Да, фиолетовый. Так, интересно, а вот эти два почему-то у меня не тыкаются никуда, да? Вот видите, он у меня тут ходит, тут ходит, а вот эти два не срабатывают. Не знаю, может это просто название? Значит, так, индикатор режима интенсивности. Тут, кстати, такая приятненькая книжечка. Тоже, кому хочется, давайте прям вам покажу. Артикул 150 001, да? То есть, из чего выполнен корпус, какие тут кнопки. Вторая страничка. Сложно, конечно, понять, вот столько вопросов возникает, да? И я на них вот, например, не знаю ответа. Может, они и не важны, да? Режим чистки. Значит, тут возьмем ватный диск, смочим его средством для удаления макияжа. Не использовать слишком толстые ватные диски. Поместите ватный диск на рабочую поверхность и закрепите его с помощью фиксирующего кольца. Ага! Это у нас фиксирующее кольцо, ребята! А я-то подумала, что это что-то другое. Боже мой, как интересно. Так, слишком толстый ватный диск использовать нельзя. Делим пополам. Значит, получается, смачиваем. Угу. Кладем вот сюда. Ух ты, как за работа! Ничего себе! Умный какой! Ладно, ладно, не ругайся. То есть прикладываем таким вот образом. Так, значит, хорошо. Нажимаем, держим в течение двух секунд кнопку. Режим чистки включается по умолчанию. Вот. Ага! Включился. По умолчанию. Клиансинг. Это? Да. Угу. И для правильной работы и функции ведения и выделения ионов держите рукой за индуктивные полоски. То есть по бокам. Опять, что ли током будет дергать. Расположенный по боковым частям прибора. Очищайте лицо круговыми движениями. Можно использовать прибор рекомендованными способами. Ха-ха-ха. Интересно. То есть только прикасаясь, он сразу начинает, получается, работать. Слышите? Ну что ж, очищаем. Угу. И сегодня уже все чистые и причистые. Втираю кремы. Потом очищаюсь. И так далее. То есть я не написано, сколько минут можно очищать. Вот, например, мне неудобно вот тут около носа очищать. То есть оно не достает. Есть, конечно, недостаточки. Мне неудобно вот тут очищать. То есть у меня просто он не задевает там, где нужно. Мне сложно, да, вот тут вот в проборе. За ушками. Мне тоже я вот люблю протирать за ушками. То есть и, ну не знаю, как-то вот. Не везде, не везде можно очистить. Хотя все основные зоны можно очистить. Но все равно хочется еще один ватный диск вот взять. И вот в тех местах, где совсем уже не достать, да, все-таки хочется почистить. Это факт. Угу. И вот полезно ли все одним ватным диском? Смотрите, сколько на мне пыли, да? Угу. Ладно. Значит, режим глубокого введения косметических средств. Рекомендуется использовать красным цветом. Угу. Ну, в принципе, да, все понятно. Вот что-то уж очень много он мне начистил. Посмотрите, сколько он мне начистил. Обалдеть не встать, как много. Мне кажется, это правда действенная чистка. Но сколько-то может быть прилипло на крем еще, да? Таким образом. Ну, я прям, если честно, удивилась. Значит, после очищения, я так понимаю, мы также его протираем хлордексидинчиком. Так, а вот эта пленка, кстати, снимается или нет? Тут какая-то пленка, ребята, есть. Нет, она, наверное, не снимается или снимается. Не могу понять. Ну, ладно, я ее пока оставила, но, может быть, зря. Дочка, я разберусь. Ребят, походу, я зря почистила свое лицо. Вот эту пленку, я так понимаю, ее нужно было снять. Вот так, ну, тут налеплена, да, осталась. Поэтому придется все делать по новой и по новой испытывать. Вы представляете? О, глупость какая, какая глупость. Ну, ладно. Испытаем по новой. Что уже теперь сделаешь? Раз уж так получилось, да, капнем несколько капелек и поедем. Значит, я включаю. И, кстати, если мы, да, то есть тут love, nicht. Вот это вот мы переключаем. И вот этот green и orange мы, оказывается, переключаем тут же. Третья кнопка, вот отключить свет. То есть, таким вот образом еще. Во как. Вот, ну, в общем, поедем с вами снова очищаться. Да нет, все так же хорошо, как и было. Но мне кажется, что ватные диски нужно все-таки менять. И вот так вот два-три раза его нужно менять. Вот, не знаю, хорошо или плохо, я зеленым светом делаю. Вот. Ну, мне кажется, нормально. То есть, зеленый свет, он у нас, он у нас снимает. А, синий снимает усталость. А красный разглаживает морщины, написано. А что делает зеленый, я не понимаю. Тут этого нету. Красный разглаживает мимические морщины. А вот зеленого, а синего тут нет, кстати, ребят. Это, скорее всего, отпечатка на сайте. Как газует он, да? Ну, скорее всего, как-то так или помедленнее. Да, то есть, помедленнее получается. Ну, ощущения те же самые, что были с пленкой. Ну, что делать? Не заметила я пленочку, не заметила. И вот тут, кстати, в каталоге тоже цвет зеленый. Потому что, ну, я не вижу красного цвета. Ой, синего, вернее, тут цвета. Тут только красный и зеленый. Да, то есть, другого нет. Значит, вот это, вот эта кнопочка переключается или выключается. Вот это, значит, вот эта кнопочка. Красный и зеленый, да? Сильнее, слабже, да? Я так понимаю. А, или ночь, лов. В общем, тут сложно разобраться, да? И вот, в принципе, и все. Значит, что дальше пишут? Три режима. А второй режим. Рекомендуется использовать режим глубокого введения косметических средств. Ну, давайте же возьмем красный свет. А второй режим у нас получается, так, моды. Вот красный, красный. И, но, в общем, вот эта вот, да, штучка, вот эта вторая кнопочка. Значит, равномерно наносим на кожу сыворотку, крем или специальный гель. Нажимаем на кнопку, он OFF в течение двух секунд, чтобы включить прибор. Для правильной работы функции ведения, выведения и выведения ионов держитесь рукой за индуктивные полоски, расположенные на боковых частях прибора. Двигайте прибор вдоль массажных линий снизу вверх. Ну, что ж, снизу вверх. Вот они наши массажные линии. Ну, что ж, поедемте, поедемте. Так, значит, распределение. Да, я вам говорила, что, ну, я сейчас для видео, да, наношу, вот, небольшим слоем. И поехали с вами, значит, да, звук уже другой. И вот они светодиоды. И, кстати, чуть-чуть так слегка пощипывает, подергивает током. Значит, вот так вот нам лоб показывают. Ну, я так понимаю, торопиться некуда. Можно вести потихонечку. Угу. Носик у нас вот так вот идет, чтобы светался. Ну, тут тоже, как бы, не особо вот это вот место удобно. Далее идут щечки. Вот таким вот образом, вы представляете? Угу. Гибор вдоль щек, снизу вверх и от центра в сторону. Все, током вообще дергать перестало, как только гель впитался. Далее плавно перемещайте вдоль подбородка. Справа налево и слева направо. Угу. И потом, да, по носу вот так, по щекам, значит, вот так. По носоглубным складкам можно вот так туда-сюда вводить. Но так как гель уже у меня закончился, я нанесу еще, чтобы не растягивать сильно кожу, да. То есть вот таким образом по носоглубным складочкам нужно вводить им туда-сюда. Ну, давайте попробуем. Ха! Я не могу, он включается сам от прикосновения и выключается сразу как уходит. То есть вводим. Угу. Поводили сколько-то. Так. Прибор работает на основе интеллектуальной технологии вибрации при касании. При прикосновении с кожей прибор начинает вибрировать. В данном приборе задействована микротоковая технология. Поэтому ощущение слабого электрического тока, а вот он выключился сам. Сказал, что хватит. То есть он вас еще и контролирует, когда хватит, чтобы вы тут совсем в ребенка не превратились, да. Ха-ха-ха-ха. Ну, я, конечно, смеюсь, остатки распределю таким вот образом по щечкам. Все, он уже запищал, говорит, хватит уже, все тут замигало. Вот видите, тут мигает, что типа уже все. И далее режим разогрева и увлажнения. Это третье. Значит, наносим на лицо увлажняющую питательную маску. Нажимаем кнопку on-off в течение двух секунд для правильной работы функции введения и выделения ионов. Держитесь. Ручка за. И так. Рекомендуется использовать синим цветом. Значит, следующее. Синего цвета тут нет. Поэтому я так понимаю, что я буду использовать зеленый цвет. Потому что синего нет. Наверное, перескутали. И... А, вот синий цвет. Вот видите, кнопочка синим мигает. Скорее всего, вот это они имели в виду. А цвет-то тут зеленый. Но опять про зеленый цвет ни слова. Сложно. Сложно. Сложно, но сниму. Сниму. Понимаете, как хотите. Да. Двигайте прибор массажных линий сверху вниз. То есть, ну, я сейчас маску никакую наносить, конечно, не буду. И... Вот сделаю третий вот этот режим, который третий. И... Опять-таки буду... Ох, как тепло! Ага! Прямо тепло-тепло, ребята. Я снова, может быть, поднанесу этот гель. Значит, для лучшего результата и скольжения используйте прибор со специальным гелем, который я сейчас и наношу. Но он что-то быстро впитывается, если честно. При этом вы можете чередовать режимы каждый день или применять один наиболее подходящий вам. Людям с кожей склонны к аллергическим реакциям не рекомендуется использовать прибор каждый день. Ну, это понятно, потому что средство очень далеко попадает. И... Когда оно попадает далеко, это, конечно, страшно. Ну, знаете, тепло очень приятно, что тепло. Да, только вон еще скользил долго. Он перестает скользить. Таким вот образом. Да, и это я делаю разогрев и увлажнение. Температура очень приятная. Мне кажется так сильно тепло, но совсем не горячо. Это прям приятно. Ну, все, ребята, завтра проснусь и буду моложе своей 8-летней дочери. Конечно, эти аппараты помогают только тогда, когда вы... И вот тут шея, кстати, нарисована вот так вот. Нужно подтягивать ее, да? То есть таким вот образом вниз, вот в этом месте. То есть нужно вниз вести. И он, кстати, жужжит уже не оглушающий, как вот тот с железячкой. Интересные приборы, да? Ну, просят медленно перемещать, не быстро. Да, и вот они, в принципе, все стрелочки, как перемещают. Угу. То есть, ну, все, этот прибор испытали. Интересно. Сейчас держим, чтобы выключить, обработаем хлордексидином и перейдем к следующему. Следующий массажер для омоложения лица и шеи. Вот я его, конечно, больше, больше, прибольше всех ждала. Он очень интересный, да? Видите, какой формы. Ох, и длинный же у нас с вами видео получается. Значит, тут такая штукенция. Ну, тут, походу, один вообще режим, да? Я так понимаю. Тоже есть USB. Угу. Да, то есть есть USB. А вот инструкцию куда-то я задевала по ходу дела. Видите, когда еще тут посмотрю. А, вот она инструкция. Прилипла. Тут тоже аккуратненько книжечка. Так, массажер для омоложения лица и шеи. Давайте я вам прям про него все, как обычно, пролистаю. Кому не нужно, конечно же, перематывайте. Кому нужно, тот, конечно же, читайте. Потому что более подробная инструкция только тут у меня в руке от этого прибора. Угу. Так. Потихоньку. Так. Синий спектр, красный спектр. То есть вот как тут есть все. Угу. Так, ну и вот окончание тоже на русском все языке. Там еще есть на других языках, дорогие мои. Ага. Вот. В принципе, все вот так вот видно. Вот. Ну что ж, давайте изучать. Я его тоже пробовала раз десять, но забыла немножко. Значит, режим. Ага. Тут тоже есть режим чистка. Также нажимаем долго ждем. Зажигается сразу зеленый свет. Значит, очищается поверхность кожи от загрязнений. Значит, равномерно наносим средство для удаления макияжа или другое очищающее средство. Корпус прибора не является водонепроницаемым. Поэтому не распыляйте на него жидкость. Угу. Так. Удерживайте кнопку в течение одной секунды, чтобы выйти в режим клен. Очистка. Который сопровождается зеленым цветом. Вот. Значит. Поочищались. То есть, прикасаетесь и он начинает жужжать. Приятное, конечно, ощущение очень. И мне кажется, что вот таким способом можно очистить там, например, впадинки у носа или еще что-то такое, да, где вот я не могла другим массажером. Далее, значит, прижимаем рабочую поверхность прибора, двигаем прибор вдоль лица и шеи снизу вверх согласно схеме, да, то есть вот таким образом мы двигаем и у нас все получается. Следующий, да, миостимуляция, ускоряет регенерацию коллагена, восстанавливает эластичность волокон, делает кожу упругой, значит, равномерно наносим на кожу специальные гели или средства. Для запуска удерживаем кнопку в течение одной секунды и еще раз нажимаем кнопку. И появляется режим миостимуляция, который сопровождается красным светом. Током, ребята, тут не дергается, да, как вот в первом я вам показывала, он дергался током. Этот, если и есть какие-то ощущения, что он, да, миостимуляция проходит, то не сильные, абсолютно не сильные. Далее, разогревающий массаж, то есть я так понимаю, мы третий раз нажимаем на кнопку, да, получается синий, и он уже начинается разогреваться, да. То есть для запуска удерживаем кнопку в течение одной секунды и дважды нажимаем на кнопку войти в режим. Разогрев, который сопровождается синим цветом, и начинаем водить по шее снизу вверх, да, то есть по щекам, и действительно такое легкое, еле уловимое, такое приятное тепло. Да, вот этот, он греет сильнее, ну, а, кстати, и этот разогревается, да, то есть этот тоже разогревается, тоже такой приятненький. Приятненький, прям чувствую, что он греет, но не так сильно, вот этот прям сильно греет, да, ну, нормально так, не обжигает, не бойтесь, ничего такого. Вот, ну, попробовав этот, конечно, он более такой удобный, более такой приятный, больше захватывает, нежели те, вот. Вот, ну, вот, в принципе, и все, отключили. Держим, он отключается, да, получается. Держим, он включается, меняем вот так режимы, да, то есть как хотим меняем, и потом, удерживая кнопку, выключаем. Или он выключится сам, если с ним долго ничего не делать. Вот, тоже классная штука, для шеи очень удобно, очень удобно, еще раз повторюсь, но я вот, смотрите, даже вот тут на рисунке указано, что шею нужно по бокам только разглаживать, а вот по центру нигде нет рисунка, и нигде не написано, можно ли по центру. Вот, ну, и просят после использования протереть влажной салфеткой. Я думаю, что нельзя протирать чем-то сырым, но капелька хлордексидина тут, конечно, не помешает, потому что тут самое главное, если тут идет глубокая чистка, да, мы с вами, ребят, должны, обязательно должны понимать, что мы можем занести все, что угодно за счет глубокого проникновения, а проникновение тут 100% глубокое. В общем-то, вот так вот, значит, мой вывод, я не скажу, что мне нужны все до единого эти средства, я не могу сказать, что они мне все до единого нужны, но вы сами знаете, у меня есть две мамы, и у меня есть кому это все дело подарить, я еще не решила, который я оставлю себе, для себя, но вот это для шеи точно хочу оставить. В общем, пока хочется все, хочется все, вот не знаю, может и закажу новые, чтобы мамам подарить, а эти все-таки оставлю себе. Так, вот это, я так понимаю, для девушек, у кого уже идет явная проблема вокруг губ и вокруг глаз, вот эти вот сильные морщинки. Значит, это у нас идет вот такой вот вибромассажер со светотерапией для ухода за кожей глаз и губ, артикул 140-001, он такой вот маленький, аккуратненький, его можно взять в поездку, то есть получается, вот мы его включили, зажегся красный, потом синий, красный, синий, да, то есть больше цветов никаких нет, то есть мы прикладываем и действительно очень нежненько проходимся по глазкам, по губкам, очень приятно, значит синий он как будто немножко подогревает, а красный, скорее всего, греть не будет, красный он идет без подогрева, и вот как раз вот им можно и крылья носа зацепить и все, но на лицо, он, конечно, на само лицо, сейчас я его выключу, вот он жужжнул, выключился, также идет зарядка, также идет инструкция, все идет, мне вот эта штучка, конечно, тоже нравится, в общем, мне что-то все нравится, я даже не знаю, когда я буду этим всем пользоваться, по очереди или с утра, или как вот, и потом, как я пойму, который из них помог, да, то есть тут такая вот книжка-раскладушка получается, тоже как и брошюрки на всех языках, да, то есть давайте с вами прям будем читать, но тут уже все интуитивно понятно и очень просто в применении, прямо просто, так, вот на него аннотация такая скромненькая, далее тут идет способ применения, точно так же, да, включаем, ждем, переключаемся с одного режима на другой, выкул-откул, вот, при включении прибора мигает красный светодиод и массажная головка разогревается, а вот на красном разогревается, да, все-таки, так, интеллектуальная технология, ну, в общем, как вы видите, все замечательно и им тоже можно массировать, смотрите, докуда, да, то есть носоглубные складки можно убирать, разглаживать вот эти вот все места, то есть штука тоже классная, как раз те места, вот, я так и догадалась, да, получается, как раз те места можно массажировать, которые не поддаются большим тренажерам, да, то есть вот, в общем-то, тоже штука нужная, интересно, интересно, но если они лежат под рукой и заряжать их редко, то, мне кажется, можно их все под рукой, в шкафчик, да, положить и очищать, да, то есть вот, таким образом, противопоказания, тут идут размерчики, как вы видите, можете поставить на паузу, почитать и все такое прочее, да, то есть для глаз и губ тоже штука нужная, как вы видите, я так понимаю, универсальный можно было бы создать, да, где-то, может быть, насадка одна убирается и вставляется маленькая, может быть, как-то вот таким образом можно было скомбинировать, чтобы было все в одном и брать с собой в поездки, например, да, там, для путешественников какой-то легкий вариант хотелось бы, да, собрать, значит, я сейчас это положу вовнутрь, почему положу, потому что я все равно их из коробок доставать сейчас не буду, инструкцию тоже не буду доставать, потому что у людей начнутся вопросы, длинные ролики люди смотреть не хотят, хотя, чтобы им все объясняли, вот, в общем-то, вот так вот, единственное, что тонкий или толстый слой, даже через полчаса вот этот увлажняющий гель с электролитами, он липнет, и, конечно, хочется кожу после него протереть и пользоваться просто антивозрастными средствами, я его израсходую, так как эта штука не такая уж и дешевая, как вы понимаете, так, кстати, а где он у меня тут, у меня тут его и нету, да, а вот он, да, и получается, да, вот 500 рублей он стоит, и получается, я, скорее всего, больше не буду его заказывать, вот, или буду заказывать, но изредка, да, чтобы повысить эффекты вот этих вот всех средств, да, как вот, как УЗИ, гель, да, УЗИ повышает работоспособность, также этот гель повышает, вот, но все равно, допустим, когда вы вручную делаете массаж и этими штуками действия абсолютно разные, да, то есть вот этот, он мышцы прорабатывает, как мы знаем, да, в общем-то, интересно, очень интересно и неожиданно, и средства, в принципе, нужны в дом каждой девушке 25+, да, чтобы не стареть, 25+, отлично, мне понравилось, в общем-то, да, вот мой вам обзор, ребята, не знаю, сомневаюсь, понравится или нет, но старалась, как могла, мои хорошие, всем пока-пока, с вами была Конана Ваня и проект Фаберлик Онлайн.